Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Малахии и обратимся ко второй главе. Пророк не был бы пророком, если бы заповеди Божьи для него оставались бы только в религиозно-ритуальной сфере. Конечно, нет. Поэтому во второй главе мы видим, как внимание пророка обращается к нравственной жизни современных ему иудеев. Вторая глава начинается словами от обращения к священникам, которым Господь говорит, что вот я к вам обращаюсь, и вы должны послушаться и принять к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему. Вот такое выражение, которое означает призыв не быть холодными бездушными формалистами. Если уж ты что-то делаешь, то прими это к сердцу, а не ходи в храм, как на первомайскую демонстрацию, просто чтобы номер отбыть. Опять-таки сейчас, в общем, уже не все помнят, что это было, когда тебе по барабану все эти праздники, 7 ноября, 1 мая, тебе велели сходить за отгула. Вот священникам Бог говорит, применьте этого к сердцу, иначе я прокляну ваше благословение, потому что вы не хотите приложить сердце к тому, чтобы воздавать славу имени моему. Здесь не говорится о жертвах. В предыдущей главе они были скорее поводом. Здесь говорится о том, чтобы воздавать славу имени Божьему. Это то, к чему призваны священники, быть в этом образцом, если хотите, примером. Хотя, конечно, слово-пример не в дискурсе эпохи, тем не менее, Бог через пророка обращается к священникам и говорит, вот нужно, чтобы вас видели, как вы воздаете славу Богу. И это будет для людей источником закона и правды. Больше того, Господь говорит о том, что вот я заключил завет с Левием, который считается прародителем всего левицкого священства, и этот завет был завет жизни и мира. И дал я ему для страха его, чтобы он боялся меня и благоговел перед именем моим. Весьма вероятно, что Малахия сам принадлежал к левицкому священству. И, судя по всему, в левицком священстве существовало некоторое предание о том, что помимо завета с Авраамом, завета с Израилем через Моисея, был некий специальный завет с коленом левийным, который Бог заключил для того, чтобы они стали священниками господними. Ну, вообще говоря, история в том виде, в каком она изложена в Ветхом Завете, умалчивает об этом событии. Едва ли не только вот здесь, у Малахии мы видим это, ну и, может быть, в отдельных исторических фрагментах, в других местах. Так или иначе, Господь говорит о завете, договоре, который берет, договор, который заключается между Богом и некоторой группой людей. Или, как в Новом Завете, между Богом и отдельным человеком, конечно. Вот, и этот завет, говорит Господь, завет мира, чтобы человек боялся меня и благоговел перед именем моим. Закон правды был в устах Ливия, и неправда не обреталась на языке его. Потому что уста священника должны хранить знания, и законы ищут от уст его. Стало быть, это колено было призвано к служению священству для того, чтобы благоговелеть перед Богом и ходить в правде, и говорить правду. Потому что они нужны, чтобы учить закону. И похоже, что для современников малахи это были не такие очевидные вещи. Они думали, что обязанность священника явиться в храм, помывшись должным образом, принести жертву, забрать положенное плечо жертвы и уйти домой. Чисто такие ритуальные религиозные функции. Такие же, как у жрецов любых окрестных культов. А Бог говорит, нет. Завет с коленом Ливийным заключен для того, чтобы священники благоговели перед Богом, ходили в правде и учили закону. Потому что законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Хорошо говорит малахи. Он призван быть пророком, и Дух Божий говорит через него, как мы вспоминаем об этом с вами в символе веры. А что предполагается, что все остальные тоже будут думать о правде Божьей, изучать закон, научать этому закону. Это очень сложно. Когда же тогда деньги зарабатывать? Ну вот в этой картине и звучит, собственно, слово малахи. Кстати сказать, в последующих поколениях нашлись люди, которые откликнулись на этот призыв, но главным образом не среди левицкого священства. Ну, то есть судите не по правде, а за взятки. И вот дальше еще одна такая целая серия упреков, которые содержат в себе некоторые очень важные мысли, на которые надо обратить внимание. Пророк малахи, во-первых, расширяет смысл своих слов о том, что завет был дан для жизни и мира, чтобы мы благоговейно стояли в правде. И вот он говорит, не один ли у нас отец, не один ли Бог сотворил нас, почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших. В общем, довольно риторичное, конечно, высказывание. Тем не менее, пророк говорит о том, что завет отцов не вот в этой религиозной сфере, не в этих всех культовых деталях, жертвоприношениях и так далее. Для него, как левицкого священника, вероятно, было непросто это осознать и еще труднее сформулировать. Тем не менее, он говорит, завет – это про то, чтобы не поступать друг с другом вероломно, а не про всякие ритуалы, которые мы можем отключить Божье негодование и включить Божественное добродушие. Не про это, а про то, чтобы мы не были вероломны. В 11-12 стихах некоторое неочевидное пророчество, потому что одни читатели полагают, что речь идет о том, что израильтяне нередко женятся на женщинах из окрестных народов, чужеземных. Так ли это в самом деле? Большой вопрос. Другие говорят, что речь идет о поклонении языческим богам, которые тоже так постепенно начинают расцветать. Может быть, не таким пышным цветом, как оно цвело до плена, но все-таки снова появляются какие-то там проявления чуждых, чужих суеверий, культов и так далее. Трудно сказать, скорее всего, второе, потому что разговор о женах посвящен следующим абзацамам с 13-го до 17-го стиха до конца 2-й главы. В ту историческую эпоху, несколько раньше, конечно, чем выступил пророк Малахия, ряд религиозных реформаторов, пришедших из Персии, ну, из Вавилонии, из Месопотамии, из мест плена, после уже строительства второго храма, обратите внимание, первые караваны там во главе с Зарававелем вернулись в разрушенную землю, с мечом в одной руке и лопатой в другой отстраивали стены и храм, поднимали жизнь. Ну, что-то получилось. Не сказать, чтобы сильно величественно пророки говорят, что второй храм был куда менее блистательным, чем первый, тем не менее. Вот через некоторое время, несколько десятилетий, в Персии собирается ватага благочестивцев, которые, скорее всего, получают в руки уже готовый кодекс Моисеева Завета, там, в Вавилоне изготовленный, составленный предыдущим поколением, тем поколением, к которому относятся такие люди, как Второй Исаия, Первый Захария, Зарававель. Вот эти самые благочестивцы решают, что они сейчас всех научат, что они святее Папы Римского, и что вот эти вот, которые вернулись в Иерусалим и там какую-то жизнь организовали, они все с религиозной точки зрения недостаточно ревностны и не знают, что значит настоящее благочестие. Вот мы вас сейчас всех научим. Ну, по большому счету это называется соваться в чужой монастырь со своим уставом, но вот этим вот караваном благочестивцев, которые, в частности, возглавляют Эздра и Неемия, сатрапы и приближенные доверенные лица персидского царя, вот им так кажется, что они знают, как надо, и принесут сейчас свои уставы. Еще раз повторю, к этому моменту Тора кодифицирована этими людьми в Вавилоне, теми, кто живет в Вавилоне и думает, мы лучше знаем, как надо поклоняться Богу в Иерусалиме, вот мы туда придем сейчас и научим вас Родину любить. Стало быть, вот в какой-то момент они берут эту самую Тору, исторические книги, и караванами уже не с такой опасностью, как при Зарававиле, а с караванами, с письмами и всякими там этими, как это, мандатами персидского царя выступают в Иерусалим. Там живут какие-то люди в Иерусалиме, как-то молятся, что-то они делают, но у них, может, нет ничего, и они могут, единственное, что принести Богу, это что-то захудалое, как Господь упрекает их в предыдущей главе, неважно. Важно, что вот эти вот благочестивцы приходят, собирают всех людей на площади и говорят, вот, ребята, мы вам зачитываем закон и теперь исполняйте. И это наш с вами Новый Завет с Богом, потому что люди отвечают, все исполним, будем послушны. Иудеи считали, что тот Новый Завет, который провозгласил Господь Иисус Христос, на самом деле был давным-давно заключен, когда Яздоров и Наймия перезаключают его в Иерусалиме. Не все так думали во времена Господа нашего Иисуса Христа, но весьма и весьма многие. И Эздра и Наймия, помимо прочего, пытаются распространить на весь Израиль требования, относящиеся к кодексу левитской чистоты книги Левит. То, что не обязательно соблюдать для всех израильтян, то, что обязательно соблюдать только для левитского священства, вернее, для священников и левитов, которые служат в Иерусалимском храме. И то это, в общем, записи, фиксирующие положение дел в позднюю предпленную эпоху, а местами и так благочестиво выдуманные вавилонскими благочестивцами. В частности, они требуют, чтобы все немедленно избавились от иноплеменных жен. И кто-то из них, Эздра и Наймия, пишут в своей книге, от него тоже осталась книга, как он забороды таскал израильтян, жителей Иерусалима, забороды таскал, требуя, чтобы те выгнали иноплеменных жен. Но жители Иерусалима не очень хотели этого делать, не очень хотели. Но в конце концов, в конце концов, религия побеждает веру, и поэтому Эздра и Наймия удалось выкрутить израильтянам руки и добиться того, чтобы большинство из них выгнали такие иноплеменных жен. Для современного читателя Эздра и Наймия история выглядит неприглядно. Проходит некоторое время, и Бог говорит через пророк Малахия, вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием. Так что Он уже не презирает на приношения и не принимает жертвы из рук ваших. Значит, Господь говорит, вы причиняете людям страдания, вы заставляете их плакать, заставляете, вынуждаете, причиняете эти страдания. И все вот эти вот жертвы ваши уже ни о чем. Я не могу их принять. Не могу, я не принимаю умилостивительные жертвы из рук ваших, потому что вы сознательно причиняете другим страдания. И все спрашивают, а когда, где, кому, чего? Что мы такое причинили? Они же не ведут захватническую войну на территории соседней страны, громя ее, не оставляя камня на камне. Если бы так, было бы понятно, кому они причиняют страдания, почему Бог отрекается от них и отказывается их слышать. А тут вроде как ничего такого не делают. И Господь говорит за то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей. И вот весь этот абзац посвящен обличению, обличению того, что каким-то благочестивым фантазмом религиозным, эздройными, вы поверили больше, чем отношением с женами от сердца к сердцу. Оказывается, когда по настоянию вот этих вот профессиональных верующих, если назвать вещи своими именами, израильтяне выгоняли жен, которые чем-то оказались неправильными, Бог был с женами, с этими женами, не с этими пропагандистами внешнего благочестия, не с этими израильтянами, которые оказались недостаточно мужиками, чтобы сохранить верность своим женам. Бог был в этот момент с изгоняемыми женами, с теми, кому причиняют обиду. Обида, которую ты нанес, покроет одежду его. Говорит Господь Саваоф. Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вот, оказывается, история идет вперед, а Бог остается неизменным. Это тот же Бог, для которого правда, непричинение обиды, отказ от вероломства важнее любых жертвоприношений, правил там, благочестия и так далее. При том, что в предыдущей главе шла речь о том, что Бога нужно почитать и относиться к Нему благоговейно. Но это отношение с личностью, как и отношение с женами. И призыв действительно не поступать вероломно. Это чрезвычайно поучительный пример. Знаете, может быть, пример того, как Бог относится к выдуманной людьми религиозности. Субтитры создавал DimaTorzok